Привет! Я уже третий раз обещала рассказать про роды. Я буду на следующем карде, на следующем карде. В общем, на этом карде я рассказываю про роды. Когда, во сколько и как они проходили. Так что, если кому интересно, ну, дальше заниматься им делами. Ну, отпустили просто рассказать. Проще забеременела я, родила в 16 лет. Беременность была вообще отличная, не было никаких, там, проблем и так далее. Были проблемы, единственные, как я уже потом поняла, это с отеками, вот, что привело при родах к гипоксии, к нехватке кислорода. У ребенка, вот, было больше, мне никто не говорил. Родила я его на 43-й неделе, переносила. Должна была родить 21-го апреля, вот. Либо 21-го, либо 23-го. Родила только 29-го. Вот, сижу в назначенный срок, значит. Я говорю, Артем, ты где? Артем не хочет вообще никаких намеков. Вот. Я думаю, ну, ладно, будем ждать. Короче, когда я ждать перестала, мы поехали на шашлыки. Вот, только мы сели, только зажарили мяско. Так, меня тут переспичило. Это было 27-ое апреля. Вот. Конечно же, сразу поехали в роддом. Меня там оставили. Вот. И я ждала. Это было что-то с чем-то, конечно. Это было ужасно. Мои схватки длились полтора суток. Я их высчитывала. Сначала там столько-то, потом столько-то. Помню, у меня была тетрадка. 24 листочка. Она была полностью исписана. Говорит, записывайте схватки. Я же ответственная. Каждую секунду записываю там. Такие-то схватки столько-то секунд. Вот. Говорит, ну, и когда схватки каждые, там, три минуты, все, идем в предродовую. Короче, схватки были более-менее, более-менее. В два часа ночи они начались... Нет, девочки, я не считаю калорий. У меня чистое питание, круглый год мне незачем их считать. Я ничего в свой кабыржу, говно не вписываю, поэтому считать его незачем. Вот. И в два часа ночи у меня начались схватки, которые там... 41 неделя. Сейчас я уже об этом не разбираюсь, что так далека. Короче, срок ставили 23-го или 21-го родить. Я родила 29-го. Сколько там недель? Я не помню. Вот. Короче, в два часа ночи схватки стали каждые три минуты, или как там положено, короче. Меня отвели в предродовую. Вот. Там было много женщин, которые рожали. Это чудо-мячик, который, когда на него садишься, приносил успокоение души. Но когда ты с него встаешь, это было ужасно. Он стимулировал еще больше схватки. Вот. И было жутко больно с него вставать. Но сидеть было кайфово. Вот. Значит, два часа ночи, получается, 28-го числа меня туда перевели. Все уже родили. Просто все. У меня не отходили воды. У меня не раскрывалась матка. Мне ставили стимуляторы. Мне протыкали пузырь. Ну, чтобы вы понимали, протыкали мне пузырь. Интерны. В то время у них проходила практика. Ну, а что я молодая дура? Кто меня что спрашивает? Меня посадили и все. Посадили на кресло. Вокруг куча интернов. И, получается, учитель объясняет, как прокалывать пузырь. Я помню, лежу. У меня глаза в кучу. Я вообще в шоке. Он такой. И, а, девочка пытается проколоть. Такая, все, два пальца. Ой, а у меня что-то не получается. Он, берешь два пальца, совываешь, поворачиваешь. Так-то, так-то. И чуть показывает. Он такая, а, получилось. Он давай все хлопать. Это было просто что-то. На тот момент, я думала, моей детской психике просто конец наступит. Сейчас, если виснет, я включу этот. Забыла. Вайфай включили. Короче. Она проколола пузырь, потом там хлопали и все. Я чувствовала себя ужасно. Представляете, когда тебе так хреново, на тебя еще десять человек смотрят и что-то там на тебя экспериментируют. Как бы вообще не кайф. Прокололи пузырь. И в том, что все это время я была на связи с маминой подругой. Вот. Ну, мы с ней в очень хороших отношениях. И, слава Богу, она была со мной на телефоне все эти сутки страшные для меня. Короче, получается, начались отходить воды. Вот. Ходить нельзя было. О, лежать нельзя было. Сидеть нельзя было. Короче, можно было либо стоять, либо ходить. Ну, мне длилось это часа четыре, наверное. Я вот так вот по стеночке. Схватка долбанет я. Терплю. Опять по стеночке. Тут дали мне какую-то простыню просто огроменную между ног. Тут все это стекало вода. Это был трэш с этой простыней по стеночке. Я звоню Лене. Я не могу. Мне больно. Они все орут. Я хочу поставить придуралку. Дура не ставит придуралку. Можешь бы там судьи страдать. Так. Ходи. Вдох, выдох, вдох, выдох. Максимально расслабься. Максимально отдыхай. Эти дурочки пускай орут. Потрятят все свои нервы. Всю свою энергию. Родить сами не смогут. А ты сможешь. Суть в том, что мне моя гинеколога настроила ложь. Что я рожу сама. Я же маленькая. 45 килограмм была, когда забеременела. Таз был вообще малюсенький. Я говорю, а как я сама рожу? Скорее всего придется кисарить. Я говорю, да нет, ты чего? Он у тебя такой крохотный. Ты его выпринешь вообще за три минуты. Я говорю, даже не переживай. Я как бы настроилась на это. А девчонка лежала. Она у меня кисарит. У меня кисарит. Я сама не рожу. Вот. Я вообще сто процентов была настроена, что буду рожать сама без какого-либо кесарева. И, короче, все. Схватки эти идут. Воды более-менее отходят. Тут, короче, у меня матка не раскрывается. Вообще никак. Даже на несколько миллиметров. Короче, миллиметров. Тут мне ставят придуралку. Фу, не придуралку. Это стимулятор. Капельницы и прочее. Уже все ушли. Уже все по сто пятьдесят раз родили. Это я в два часа ночи пришла. А это уже двадцать восьмой. Уже день прошел. Уже наступила опять ночь. Вот. Получается двадцать девятое уже утро. Я все это время там с болями. Со всей этой херной. Вот. Короче, двадцать девятое число. Обед закончился уже. Началась пересменка. Уже в моей палате никого не осталось. Уже просто там человек сто, наверное, родились за это время. Тут у меня началось самое страшное. Роды. Потуги. Это было ужасно. Мне было до такой степени больно, что меня просто сошнило. Я помню, пила какой-то гранатовый сок. У меня от боли просто вот так вот рядом со мной. Извиняюсь за подробность. Все вышло. Я зову медсестру. Пожалуйста, простите меня. Я не хотела. Мне очень больно. И так и так. Ничего ты, дурочка. Совсем не бывает. Там все вытерло. Слава Богу, все нормально. Вот. И все. Потом все ушли. Все ушли, короче. И человек вообще-то как минимум на сушке. Как минимум делает кардио. И вам рассказывает. Как максимум ни хрена не помню, что там вообще было. Вот. Хочу не докапывать у меня. Кому интересно слушать. Кому не интересно. И кто хочет доебаться, съебитесь нахуй. Все. Разговор окончен. Не доводите меня. Короче. Начались фотки. Стало очень больно. Я помню, как я лежала. У меня был крестик. Держала крестик в руках. И просто молилась. Уже полтора суток. Полтора суток я рожала. Просто у меня... Я не ела. Я толком ничего не пила. Вот. Я говорила. Господи. Просто дай мне силу родить. Мне пофигу, что будет со мной. Умру я там. Или еще что-то. Потому что мне реально было очень плохо. Говорю. Просто дай мне силу родить. И все. Больше мне ничего не надо. Врачи начались в потуге. Я зову врача. Говорю. Блин. Я вообще в туалет хочу. Мне плохо. Она такая. Дурочка. Ты не в туалет хочешь. Ты рожаешь. Говорю. Так. Что делать? У меня знаете как второе дыхание открылось. Хотя до этого я думала. Я вообще помру. С этой кушетки дошла. Сама до друга. Ну там где принимают роды. И короче. Все. Легла на кушетский стол. И говорю. Что делать? Она такая. Девочка наша. Всего была. Акушерка и не сестра. Все. Больше никого не было. Я говорю. Так. Что делать? Говорит. Дыши. Я подышала. Говорит. Сейчас что делать? Они дыши. Говорит. Так. Минут восемь. И родился наш замечательный Артем. Вот. Сразу вступился в сиську. И до четырех лета я не отпускала. Такой синий. Но ты синий. Я поверью. Страшненький. Ну вот. Муж как всегда потом говорил. Ой. Это не от меня. Бла-бла-бла. Ну тоже наслушалась много чего приятного. Вот. И короче. Приложили к груди. Все нормально. Поплакал. Так. Там папа в китре снули. Ну и все. Тут я спускаюсь. Меня отпускают. Его забирают. Спускаюсь к девчонкам в палату. Мне было тяжко. Я не знаю. Было такое, нет? Вот этот живот висит. Кажется чего-то не хватает. Воздуха не хватает. Я думаю. Где мой живот? Не знаю. У меня прям какой-то стресс был жесткий. Вот. Короче. Спускаюсь такая. Доползаю. У меня там все девчонки хлопают. Блин. Смотри. Молодец. Типа такого богатыря родила. Я говорю. Какого богатыря? А мне показалось. Короче. Когда называли вес. Мне показалось другой. Тот. Который мне говорила гинеколог. Мне показалось 2 930. Какого богатыря? 3 килограмма. Они такие. Ты что? 3 930. Почти 4 килограмма. 56 сантиметров. Я такая. Да? Я говорю. О. Круто. Вот. Родился он почти 4 килограмма. 56 сантиметров. Все врачи были у меня вообще в шоке. Говорит. Вот. Берите с нее пример. Никаких истерик. Никаких криков во время родов. Никаких матов и воров. Типа сама спокойно родила. Ни одного шва. Ни одного разрыва. Все потому что слушала что говорят врачи. Типа и не выпендривалась. Короче. Вот. Ну короче меня там все похвалили. Я такая. Мммм. Как хорошо. Вот. Ну. Единственная проблема была. Это мне кажется гипоксия. Ну которая. Много у кого есть. Вот. И стояли на учете у невролога. Пили там. Пантагам. Октавидин. Ну. Короче. Стандартную хрень. Вот. И сущем что когда родился Артем. Он когда плакал. Он задыхался и не дышал. Просто закатывался. Ну. У меня так кажется. У меня было до трех лет. Вот. Потом я придуривалась и делала вид что мне. А. Что мне плохо. Когда мне это надо. Нет. Вот. Ну и короче. Меня положили в неврологический центр. Где дети. ДЦПшники. Хотели Артему поставить диагноз ДЦП. Представляете. Мне 16 лет. Моему ребенку 3 месяца. И меня кладут в больницу. Где дети инвалиды. У меня был вообще дикий шок. Я очень переживала. По этому поводу. Вот. Ну. Слава Богу. Все. Все ее подозрения были напрасны. Это была какая то. Не знаю. Враждебная фигня. Я до сих пор не знаю. Почему я рыдала. Там до трех лет. Закатывалась. Синела. Не дышала. Не знаю. Почему он. Закатывался. Синела. Не дышала. Но это было очень страшно. Все три года. Первый мы провели в больницах. У нас были все болячки мира. Так. Артем. Школу. Уйди. Уши развесил. Все болячки мира. Вот. Я знала. Абсолютно. Как. Слушай. Ой. Фу. Как лечить ребенка. Вплоть дошли. Звоню. Педиатру. Ну. Артем заболел. Я ему даю. За то 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 то. Так. Ну. Молодец. Все. Когда выздоровит. Приходи за справкой. Ну. Как бы вот так было. Вот. Во всех инфляционках перележали. Куда мне говорят сейчас. Вот. Грудью надо кормить. Ребенок здоровее будь. Толку я до четырех лет кормила. А почему кормила до четырех лет. Объясню. Потому что воспитывала его одна. И. Конечно же. Мне не хотелось. Слушать. Как мой ребенок синеет и не дышит. Конечно мне не хотелось видеть. Как мой ребенок задыхается. Конечно мне было проще. Дать ему грузь. Вы даже не представляете. Сколько. Всего я прошла. Эту птичку мазала. И зеленкой. И скотчем заклеивала. Говорила. Сыночка. Вау. Нельзя. Могите. Валит. Все. Башкой об пол. Ногами. Стучит. Дай тичу. Дай тичу. Ну. Было вообще все равно. Вот. И только уже. Там. Ну. Я не говорю. Что там. В три-четыре года. Он регулярно ее сосал. Нет. Это уже было баловство. На ночь. Так. Для успокоения души. Ну. И. Когда там. Истерики. В больнице. Какие-то. После уколов. Вот. Так-то он. Я нормально. Иду. Все. А потом это все прошло. Все истерики. Все закатывания. Возрослел. Вот. И мы больше. Не страдаем. Этим. Недугом. Так сказать. Вот. Чего еще вам рассказать. Ну. Так вот. И прошли. Три замечательных года. Это. Моей жизни с Артемом. Вообще. На самом деле. Очень сильно влияет. Эээ. Климат. Когда мы жили в Хабаровске. Наши дети вообще жутко болели. Как только мы переехали в Астрахан. Как раз-то. Четырем годам. Дети просто перестали болеть. Вот. Конечно. Климат очень влияет. Такой климат. Как в Москве. В Питере. Вообще. Самые неблагоприятные. Климаты для детей. Если врачей не слушаете. Рожайте дома. С чего могут быть синяки. После тренировок. Ну. Видимо. Сосуды близко располагаются. Лопнули. Может задели. А тренажер. У меня тоже сын. И так же до трех лет закатывался. И семья сейчас перестала. Ну. Вот. Видите. Вы меня понимаете. Это очень страшно. Гипоксия. Мы друг другу. А вы с Русланом ссоритесь. Конечно. Ссоримся. Ну. Не люди что ли. Это. А последствия гипоксии. Закатывание неврологии. Ну. Скорее всего. Да. Вот так. Вот. Ну. Пили. Пили все в курсе. Все что прописывали. Таких точно не слушаешь. Врачи. Тебе две ребенка допить. Поксии. Чего-то рано восстановлено кровать. Ну. Видимо. Я не знаю. Что было. Как было. Как должно было быть. К сожалению. Ну. Что есть. А мне не давать. Уже ничего с этим не поделаешь. Уже. Уже родила. Уже все позади. Сейчас конечно. Я буду все очень тщательно готовиться к своим родам. Очень тщательно выбирать врачей. Очень тщательно выбирать тех кто будут наблюдать за моей беременностью. А. Очень тщательно выбирать роддом. И так далее. Это будет вообще прям. Роды на миллион. Я там с ним деньги. Которые у меня есть. Только что все прошло отлично. Вот. Живот быстро ушел. Девочки. Ну. Мне было 16 лет. Конечно. Быстро. Два-три месяца живота не стало. Четыре месяца моя фигура стала вновь как и до родов. Не было никаких вообще проблем. Никаких диет. Никаких там. Никакого спорта. Мне хватало дома что носилось как жопу ужаленная. Мне некогда было особо там нормально поесть. Вот. Стирка, уборка, готовка. Ребенок. Он меня вообще очень беспокойный был. Он никогда не сидел на месте. Никогда. Вот у вас есть спокойные дети которые могут сидеть. Он никогда не сидел даже 5 минут. Где бы мы ни находились. Он всегда носился. Падал. Орал. Бился. Он мог на его в семье назвали катастрофой. Потому что Артем мог просто идти на ровном месте. И на ровном месте упасть и расшибить себе лоб. Ну вот такой вот Артем. Понимаете. Поэтому. Настрадалась у меня. Дай боже конечно с этим ребенком. Ну слава богу уже все позади. Он уже взрослый. Вот. Я бы не повторила. Этот чудо опыт. В воспитании. Эти поездки. Эти переезды. Артем сменил три школы. Пять садиков. Из этих переездов. Все бросала. Начинала сначала. Искала себя. Там что-то училась. Где-то ездила. Все таскала его с собой. Вот. Когда хочешь беременеть. Ну как время придет. В любом случае в следующем году. Наверное в феврале или в марте. В марте. Как закончу. У меня еще фит-тур. Закончим фитнес-тур. А. Который в феврале. Провести. И все. Я наконец-то. Свободна. Не. Конечно роду можно вытерпеть. Когда. Есть ради чего терпеть. Конечно. Я считаю это нормально. Вот. Сейчас у меня ваше сообщение. Каждое утро карти. Да. Наш чемпионат мира на носу. Вика. Тебе не было у феи на свадьбе? Нет. Мы были на соревнованиях. Вика. Уфи на свадьбе не были. Перекаченные квадры. Ну не качать квадры. Делать выпрыгивания. Стульчик. Все многоповторные. Жжи сжигающие. Мышцы сжигающие упражнения. Без быца занимайся. С утра натощак. Выпрыгивания. Трастеры. Стульчик. Бесенька квадры сожжешь. Как так хорошо выглядеть во время квадры? Микардио. Поставьте маску. Вы будете хорошо выглядеть. Была в этом году в Краснодаре. А то уехала. Так хотела увидеть. Ну и приезжай еще раз. Ты пила Александролом? Нет. Ну пила, клянусь. Сыном, мамой. Я всеми что угодно. Я не пила. Ничего такого. Понятия не имею. Зачем мне пить, девочки? У меня настолько чистое питание. Я столько ебошу, что... Блин, круглый год я занимаюсь без отдыха. Я круглый год слежу за питанием. Пить какие-то аксандролоны, говнолоны. Если бы я этого не делала, то понятно. Но я столько херачу, что у меня и так прекрасный результат, который для меня, мне он нравится. Все. Мне с ним комфортно. Больше мне не нужно. Я не хочу мужика превращаться. Зачем мне огромная грудомышц, вот этот мужской подбородок, вот этот бац. Ты что? Я не пила Окс. Я не колола гормоны. Я вообще фарму не пробовала. У меня голос всегда такой. Вот эти жесткие мышцы, которые прям... Это все видно. По мне видно, что я вообще ни на чем. Просто даже по голосу послушайте. По чертам лица видно сразу. Те, кто сидят на каких-то препаратах, по чертам лица сразу видно. У них жесткие сколы, вот такие мужские. У них преобладает больше такая жесткая мужская энергетика. Не знаю, должны это чувствовать. Просто посравнивайте различные бикини. Поставьте вместе и подумайте. И посмотрите, какая более женственная, какая более такая грубая. Вот та девушка, которая более грубая, она пилает там или колола. Нет, даже понятия не имею, что с ним делают. Это аксандролон, там может какие-то гормоны и так далее. Может какую-то там армакологию. Это все можно отличить и объяснить, и увидеть прекрасно. Все можно задаваться вопросом, если это видно невооруженным глазом. Ту девушку, которая использует эти методы. Сохранихир, хорошо? Со второй беременностью я так же буду. Ну конечно, вторая беременность, она более осознанная и более ответственная в любом плане. Какой правильный вес должен быть при росте? Сорок пять. Сорок пять. О боги! Вы считаете кормить школьника грудь это норм? Какого школьника? Нет. Как вывезти воду из организма? Пить много воды, делать кардио, убрать мучное, сладкое, жирное, соленое, копченое. Придерживаться строгой диеты и заниматься регулярно. Больше физической активности, больше девочки. И убрать молочные продукты. Вот и все. Всего-то и делов. Меньше жрать, больше бегать. Единственный ответ на все вопросы, который решит все ваши проблемы. Все Артемы похожи такие. Может быть правильно, роды стоят хороших денег, но это точно не стоит экономить. Я полноценно согласна. Значит второй спокойнее будет. Конечно, состояние ребенка зависит от энергетики, да, не то чтобы энергетики, а от состояния семьи. Если семья беспокойная, если в семье постоянно какие-то ссоры, руганье, скандалы, то дети чаще всего беспокойные. Дети нервные, дети гиперактивные. Вот, если ребенок растет и воспитывается в такой семье. Если ребенок растет и воспитывается в нормальной, адекватной семье. Тем более, если он там, когда был внутри утробы у мамы. Да, тоже мама была нормальная, не нервничала. Да, там не бегала в 5 часов утра. Не искала мужа на 8-м месяце беременности. Вот, не обзванивала морги больницы. То, конечно, ребенок будет адекватный. Ребенок будет спокойный. А когда у матери роды были с истериками, со скандалами беременности. То мало то, что там мой муж устраивал чудо, чудо эти, загоны. Еще и мамин муж, вот, не лучше был. Тоже истерики, закаты. Поэтому, конечно, наши дети будут гиперактивные и неуправляемые. Вот, и потом в дальнейшем, что? Одни крики, истерики, и скандалы. Такой ребенок нормально вырасти. Сейчас, я думаю, все будет вообще замечательно. Вот, все будет прям как в фильме. У меня будет большой дом, у меня будут помощницы. У меня будет вообще все расписано. Все расставлено по полочкам. Вот, так на все будет идеально. А мужа лишила родительских прав. Новости по поводу мужа. Хотел с мной как-то связаться. Я не стала с ним разговаривать. Мне звонили приставы. Сказали, что, типа, хотите бы подать на него в уголовный розыск. Я говорю, да, конечно. И чтоб он нес уголовное наказание в виде исправительных работ, да. За то, что не платят элементы. Я говорю, да, конечно. Вот. Назначили ему исправительные работы. И вот прошло несколько месяцев. Только буквально вчера позвонили и сказали, что он в коме. Короче, как всегда, с кем-то подрался, порезал кого-то. Когда его порезали, его положили в больницу. Вот. С больницы он сбежал. И пока бежал через дорогу, его сбила машина. И сейчас он уже два месяца лежит в коме. Вот. Либо он умрет, либо останется овощем до конца своих дней. Ну, какие тут уже алименты. Тут дай бог, чтобы он на сына алименты не подал, чтобы тот за папочкой ухаживал инвалидом, когда вырос. Вот. Что тут уже? Другой вопрос стоит. На самом деле, да я знала, что этим закончится. Он всю жизнь такой, всю жизнь дрался там с кем-то, рубился, бухал, гулял. Поэтому, знаете, я не удивлена, что это все закончилось. Что и требовалось доказать. Второго когда хочешь, на следующий год. Я тоже очень готовилась. Но роды все равно прошли совсем по-другому. Ну, понятно. У меня это два таких близнеца. Круто. Если бы у меня были близняшки, я бы вообще с ума сошла от счастья. Две сырли голова. Да это же классно. Ну, сколько родила я? Я 16. Не боишься рожать второго? Нет. Я в этом мире уже ничего не боюсь, поверьте. У меня нету. У меня за все, что я прошла, у меня атрахировалось единственное чувство. Чувство страха. Мне ничего не страшно. Мне вообще все равно. Что бы ни происходило. Хоть катаклизмы, хоть землетрясения. Мне вообще плевать. Да, просто нужно это пережить и принять. Как должное. И все. Пьешь еще джесс? Конечно пью. Роды не угадаешь. Хоть какие супер-вращипы. Да это понятно, но все равно контролировать нужно. Лаваш можно кушать? Нет. Нежелательно. Вик, не набираешь массу? Что делать? Кушаешь правильно спортзал, но это не помогает. Ну, там много всего. Много факторов. Все зависит от вашего типа телосложения. Не достаточно просто долго кушать, ходить в зал. Во-первых, необходимо выполнять правильный тренинг. С правильной периодизацией. С увеличением веса. С прогрессированием. С профицитом калориев. И это все должно изменяться постепенно. Ты должна расти в силовых тренировках. Ты должна расти в профиците калорий. Если ты каждый раз делаешь одно и то же. Пришла такая в зал. Потягала, что-то там два раза присела. Три раза упала. Это не набор массы. Набор массы это вся твоя жизнь. Это работа, которой ты должна посвятить всю свою жизнь. Если вы нервничаете. Если вы не спите. Если вы херачите на работу. На работе. Всю энергию оставляете там. И потом идете в зал. Еще и пытаетесь нарастить мышечную массу. Вы только высасываете из себя все. Понимаете? Человек, который наращивает массу, должен три вещи. Спать. Есть. И тренироваться в зале. У него должно быть максимально много неистрачиваемой энергии. Которую он должен сохранять для силовых тренировок. Понимаете? А если вы этого не делаете. То у вас никогда не будет результата. И первый результат на наращивание мышечной массы. Будет виден спустя 2-3 года регулярных тренировок. Регулярного питания. Не 2-3 месяца, девочки. Не путайте. Такого быть не будет. И не должно быть. Это нормально. Абсолютно. Результат при наборе мышечной массы. Очень не скоро. Очень. И вы должны терпеть. Вы должны тренироваться. И результаты достигают только действительно самые сильные. Вот и все. Если бы было так легко набрать мышечную массу. Эктоморфом. Если бы было так легко похудеть. Мезоморфом и эндоморфом. Все бы ходили с идеальным телом. Но увы. Наша вселенная создала нас так. Чтобы всем было неповадно. Те кто едят. Едят. И не толстеют. Не могут набрать красивой задницы. А те кто едят и толстеют. Могут набрать хорошую массу. Ну им очень сложно похудеть. Вот. Забирать лучше. У нас тут видите. Сейчас Юлька придет. За вещами забирать на отправку. Что-то посадили. И ушли. Ну вот. Куда идешь. За пятачком. Большой-большой секрет. Что мне осталось? Мне осталось. Чуть-чуть. Пью-пью. Конечно пью. Спасибо большое. Вика. Благодаря. Вам похудела на 7 килограмм. Рода лотерейный билет. Согласна. Согласна. Вика. Что делать если начинают появляться венки. Лобнувшиеся сосудистые нога. Сходите к специалисту. Одни ко мне. Доктору можно. Как он называется? Все. У меня уже башка в осень. Хлебологу. Не взяли с чего на тебя. Стренировок. Перед каждой с утра что кушаешь. Иногда ничего не кушаю. Иногда на голодный желудок. Что лучше купить дома для карти. На что денег хватит. То и покупай. Что дает быца. Быца дает энергию. Ту которую необходимо тратить на тренировках. Восстановление мышечных волокон. В ней есть три незаменимые аминокислоты. Которые очень тяжело получить с пищей. Вот. Поэтому. Бойца. Я советую употреблять на регулярной основе. Всегда. С какого возраста можно спориться? 16 лет. Вик, можно пить быца. Нужно пить быца. Мы всех роды больно проходят. У меня вообще не идеально прошли. Очень легкий, быстрый. У всяких разрывов. Просто нужно быть спокойным и не кричать. Ну точно. Мне стыдно при сыне в трусах. Вы видите, что я в трусах. Все видео и все фото сделаны мне. Когда сына дома нету. Бойца можно пить. Да что ж вы пристали. Можно конечно. Усманова пила фарму. Понятия не имею. Смотрите. Я хочу меня спросить. Когда исчезли комплексы насчет роста. Если они были. Нет. Насчет роста у меня никогда в комплексах не было. Видно. Да. Конечно. Сразу видно, когда что-то употребляешь. На овсянке. Ну сманые так. Пьешь око когда бросишь. Да девочки. Пью око. Брошу сразу после соревнований. Когда буду готовиться к беременности. Ладно. Пришла Юленька собирать вещи для работы. Вот. Чуть не может домой попасть к нам. Ч**лок звонит. Ч**лок звонит. Возванивает. Ч**лок звонит. Как ты держится отвечать на тини... Месседлые издержки профессии. Ходите тренировку в подъезде. Засняли? Х**к. Ч**лок звонит. Манная каша вредная, зачем тогда кормить ее в садике в школе? Потому что наши диетологи, врачи не очень грамотные, понимаете? Не то чтобы вредная, просто она содержит меньше всего полезных веществ, нежели по сравнению с другой кашей. Гречневый какой-нибудь, либо овсяный, потому что манной кашей преобладают больше не сложные углеводы, а преобладают больше быстрые углеводы, так сказать, крахмал. Поэтому чем сильнее размолота каша, тем больше тепловая обработка, тем хуже. Самый идеальный вариант употребления каши, залить ее кипятком. Все, и ждать пока она приготовится. Либо долгая варка, ну, таких круп, когда они не очищены, когда они не хлопья, да, овсяные крупы, булгур, там, ячмень и так далее. Гречку идеально тоже заливать кипятком на ночь. Вот, тогда будет сохраняться максимально множество необходимых микроэлементов, элементов и витаминов для организмов. Получается, чем меньше крупа, тем сильнее она раздроблена, почему я против ПП-выпечек, да, там, единственное, овсяноблин я его не размалываю, я просто овсянку смешиваю с яйцами ем. Чем больше вы раздрабливаете крупу, тем повышается у нее гликемический индекс выше. Она быстрее усваивается, соответственно, гликемический индекс выше. Тем больше тепловая обработка, когда вы делаете выпечку, тепловая обработка просто гипермаксимальная. Просто тем самым вы создаете высокую калорийность и большой выброс инсулина в крови при употреблении, нежели вот вы съедите кашу на воде, заваренную на кипятке, нежели вы съедите какую-нибудь ПП-выпечку, да. Хотя вроде, по сути, она будет состоять там из полезных продуктов. Но больше калорий, больше вреда вы получите с ПП-выпечки. Но это если просто вообще там жестко заморачиваться и так далее. Конечно, можно там вписывать в КГЖУ все ваши выпечки, но просто не увлекайтесь этим, не думайте, что кушая там всякие штучки, да, вы похудеете. Просто нужно знать меру, да, и позволять себе эту ПП-выпечку, там, грубо говоря, только с утра. Вот. Усманова употребляла раньше, когда мы, не знаю, давайте не про Усманова, я не буду обсуждать других спортсменок, потому что это как минимум неприлично. Можно пить казин на ночь. Для чего? Объясните, пожалуйста. Зачем вам? Понимаете, казин это долгий белок. Долгий белок это творог. В твороге огромный инсулиновый индекс, который просто взрывается, когда попадает в ваш организм, и тем самым, почему люди просыпаются отекшие, задержкой воды. Все от того, что они употребляют продукты с высоким, либо с высоким инсулиновым индексом, да, такой-то как творожные. Вот, поэтому нет результата, и постоянная задержка воды. Почему говорят, почему я в объемах ухожу, а вес не уходит? Вот. Видимо, потому что идет, жир уходит, а вода остается, к сожалению. У меня тренер говорит, что лишний жир с ног уйдет, и без кардио, что можно интервальный за 10 минут их подготовить, что достаточно взяли хорошо заниматься, обязательно ли делать его по 3-45 минут. Нет, не обязательно, как бы, я не говорю. Мне просто комфортно кардио делать с утра для быстрого обмена веществ. Он ускоряет мой обмен веществ. У меня сейчас очень скудное, очень сложное питание, да, которое требует быстрого обмена. Для того, чтобы мой обмен веществ ускорялся, мне необходимо много двигаться. Я не могу себе позволить там просто прийти в зал и сделать силовую для того, чтобы подвестись в соревнования. Поэтому, как хотите, я для того, чтобы не замедлялся мой, да, там, обмен веществ, мне необходимо много кушать. А перед соревнованиями я себе этого позволить не могу, но и убрать еду я не могу, поэтому еду я оставляю, кушаю, но повышаю физическую активность для того, чтобы у меня не встала обменка. Вот и всё. Если у вас всё в порядке с обменом веществ, если вы и так худеете, то, пожалуйста, не делайте кардио. Я выбрала такой путь. Лучше много кушать, не создавать жёсткий дефицит калорий, но повысить интенсивность тренировок. Нежели не делать кардио, да, соответственно, физическая активность у меня понижается, да и просто создавать дефицит из еды. Неточки, дефицит из еды я никогда не создам. Вот, поэтому я выбираю кардио, а вы выбирайте сами. Хотите, нет, ты кушаешь печень. Ну, как-то вообще всё равно. Она очень тяжёлая для моего желудка и практически не усваивается. У меня потом тяжесть, боль и вздутие. Поэтому я половину продукта вообще не ем из-за того, что у меня проблемы с желудком. Мысли материализуются. Сама хотела бы родить Милану без кесарева. Ну, конечно, зачем мне кесарева? Я её так сама рожу. Причина, почему не могу поправиться. Отвечала выше. И на чём лучше его пить, вода или молоко? Зачем тебе? Зачем, девочки, вам вообще протеины? Протеины задерживают воду. Если вы не хотите рельефа, то, пожалуйста, пейте протеин. Я никогда не пью протеин. Максимум, что я могу добавить протеина, это выпечку. Боже, никто не пьёт протеин. Протеин пьют только те, ну, прям жёсткие, эктоморфы, да. И то пьют гейнеры для того, чтобы повысить свою калорийность. Если вы кушаете, питаетесь нормально. Достаточно человеческому организму максимум, который тренируется 6 раз в неделю, 1,8 граммов белка, а то я столько не ем. Обычно среднестатистическому человеку достаточно 0,8 грамм белка. На килограмм веса тела, нахрена тебе на ночь 30 грамм белка? Объясни, ты чё, билдер? У тебя что, мышцы ночью разрушаются жёстко? С того, что мышечные волокна были жёстко порваны на тренировках. Зачем тебе белок на ночь? Что тебе там восстанавливать? Что тебя там разорвалось, девочка моя? Ничего у тебя там нету. И не страдай хернёй. Не надо пить никакой казиновый протеин. Тем более на молоке обозрёшься с утра. Господи, всё вызоришь. Чё толпу? Ай, вам, если хотите проблемы с желудком, попейте казиновый протеин на ночь с молоком. Чудо ждёт вас всю ночь. У вас бедный муж задохнётся. Чудо запаха. У тебя есть высшее призвание. Да, решётка, цитурянная учёба. Всё обо мне есть в ленте. Всё обо мне есть в актуальных сторисах. Всё обо мне есть в ВКонтакте. На моей стене вообще все-все фотографии есть по очереди сделаны. У меня образование высшее юридическое, уголовное право и специализация. Заканчивала я заочное обучение в городе Москве. Ты не ешь молочко? Нет, не ем. Гудмонинг, гудмонинг. Вам сколько лет? 27. Сколько примерно по времени кардио делать нужно? Минимум 40-45 минут. Можно ли на наборе массы, пофиг массы, много правильного питания, позволить себе быстрые углеводы? Да, только с утра после завтрака. 20% из 100% правильного чистого рациона. Вик, здравствуйте. Могли бы полностью рассказать о своей диете? Пишу в личку и ответьте. И то она полностью видна. У меня нету ничего сверхъестественного. У меня кормит компания Кроссфуд по моим личным предпочтениям. С утра у меня каша, потом у меня перекус, либо салат, либо яичные белки, потом у меня рыба, потом у меня там опять каша, перекус, и вечером опять рыба, либо мясо. Ничего особенного, я никакие себе пп-рецепты лишние. Я не люблю добавлять в еду. Я не люблю мешать еду, я не люблю дискомфорт. Я люблю чистое питание, без каких-либо заморочек. Все пп-випечки, хуипечки, это только вот для мужа и всего остального. Это есть я не буду с чем повышать свою калорийность. Лишний раз. Вик, здравствуйте, мы его выполняем. Хорошо я могу скидывать в сторис свое меню, которое составило, да, Кроссфуд, свои лоточки с едой, без проблем. Чтобы быть умным, мне обязательно пришлось. Кто-то сказал, что именно манная каша не полезна, кормят, потому что дешево. Конечно, дешево, быстро и сердит. А мы сейчас, где живем? В Краснодаре, в поселке Яблановском, в республике Адыге. Молодец, что лишила практики. Да я еще ничего толком там не лишила. Девочка, Вика, столько пишет и рассказывает, откуда столько вопросов. У меня диета есть, правильное питание следует им. Вау. Но даже все равно по моему питанию нельзя питаться, потому что у меня очень много противопоказаний. У меня есть такая фигня, как индивидуальность. Индивидуальность в питании, индивидуальность в лечении, индивидуальность в тренировках и так далее. У меня питание построено, исходя из моих индивидуальных особенностей, которые связаны с моими болезнями, гастритовым панкреатитом, которые связаны с подготовкой к соревнованиям. И у меня капец, какое ограниченное употребление продуктов связано с этим. Поэтому смотреть на мое питание, мучиться и питаться точно так же нет смысла. Я привыкла так есть, я привыкла есть без каких-то там добавок, соусов, соли. Соль я солю сама 5 грамм в каждое блюдо, завтрак, обед, ужин. Все, моя суточная норма соли. Если я хочу что-то соленое, я съедаю оливки. Сейчас я не ем ни сыр, ни молочку, ни фрукты, ничего вообще практически не ем, потому что сейчас я готовлюсь с соревнованием, и я не вижу смысла. Так выдержит такое питание только подготовленный человек, только человек, которому это необходимо. Вам мое питание ни к чему. Просто правильно питайтесь у меня в ленте, куча-куча всяких купе-рецептов, кушайте их и наслаждайтесь жизнью. Это мое мучительное питание. Просто каша-рыба, каша-мясо, каша-каша и все. Салат из овощей. Виктор сталкивалась с тем, что какая-то сторона лучше развивается. Я про обшану вижу, что левая половина тела порельефнее, да? У меня левая сторона во всем офигенная, а правая уродская. Полностью с вами согласна. Как организовать это ПП? Читайте, изучайте. Гугл вам в помощь. Ходите на курсы. Есть трехчасовые, четырехчасовые курсы по нутрициологии, диетологии. Приходите, посещайте. Изучайте их. И все, развивайтесь. Нужен профицит калорий и силовый тренировок. Уже все получается по-за того. Можно ли похудеть на ГВ, если правильно питаться, но постоянно с такой часа кушать. Ну, не знаю, смотря, если вы не будете выходить за рамки своего суточной нормы калорий, то похудеете. Первая история про бывшего. А, вы еще там. Это, точнее, я еще там. На бывшего на алименты подают только из-за того, что он потом в царости смог подать себе на алименты. Ну, вот он так и подаст, наверное. Да, Клеша, вардический прав, все. А да как я лишу, если вот суд должен был быть 17-го числа, а он сейчас в коме лежит, девочки. В вводном суде должны были его лишать прав. А он в коме. Кто его лишит? Мама, чувак, скажет, каждый день, да и Бог, все. Спасибо. Больше уголовный розыск. Ну, потому что его нигде не было. Нужно по местоположению мужа, там, туда-сюда. Я говорю, я понятен, где он находится. Ищите его. У него нет ни прописки, ни работы. У него ничего нет. Откуда я знаю, где он? Все. На работу. Сейчас душ, завтракать и дальше дела делать. Спасибо за эфир. Спасибо, что вы слышали мой обещанный рассказ. Вот знаете, что я ненавижу? Спорт. За то, что мне приходится умыть голову, а потом я сушил два часа. Кстати, я обрежу волосы. Как только закончится рина, не сделаю себе вот такое коры. Что не достала я. Сушить их скотины по два с половиной часа. Все. Всех целую. Обняла. Будьте на связи. Пока-пока.